Ну чего? Эпсилон опиаты. Да, эпсилон опиаты. Есть каппа опиаты, есть мю опиаты, есть эпсилон опиаты. Вот с сегодняшнего дня они есть. Ну типа я их открыл. На всяком случае, возможности их существования дублирующей системой. Ну смотрите, все очень просто. Это продолжение прошлого нашего ролика под названием «Беспредел и фармакология». Ну смотрите, на чем мы там начали в прошлом ролике. Мы начали и остановились в комментариях. Мы говорили о том, что каппа опиаты – это странный термин, потому что изначально это были опиаты, а потом они стали НДМА рецепторов-антагонисты. И почему? Давайте мы это все разбирал немножечко в прошлом ролике. Давайте мы разберем почему. Ну смотрите, у нас есть наш НДМА, то есть, грубо говоря, у нас есть какая-нибудь декислота с аминогруппой. И чего это может быть? Это может быть что-то очень интересное для какого-нибудь другого рецептора на самом деле, для опиоидного рецепта. Ну потому что, потому что это вещество, я уже не вспомнил, там сколько раз, два, три, четыре, пять, вроде бы так, да? Вот потому что это вещество глутамат. Это вещество немножко похоже на пептид. То есть, из всех нейромедиаторов вот это вот вещество больше всех похоже на фрагмент пептида. Ну почему на фрагмент пептида? Давайте я нарисую еще один фрагмент пептида, который работает как фрагмент пептида, и который работает как глутамат. Ну смотрите, вот я рисую фрагмент пептида, который работает как глутамат. Он будет работать как глутамат, и он будет работать как, так, раз, два, три, четыре, пять, пятерочка, да? Это значит мы вот так вот сделаем Допустим Вот он будет работать как глутамат Вот И он будет работать еще кое-как И сейчас мы Это нарисуем Почему-то он еще будет работать кое-как Сейчас мы это нарисуем Мы сейчас так хорошенечко нарисуем Вот так вот где-то нарисуем И вот так вот смотрите Вот эта вот штучка В принципе влепим. Давайте вот сюда гидроксил влепим. Вот так вот должно быть. Смотрите, вот такое производное ментола у нас. Мы такое производное ментола можем посмотреть на вот эту вот структуру и на вот эту вот структуру. Тут гидроксил отрабатывают за именно группу, а здесь за вот эти вот карбоксильные группы отрабатывают вот этих два кетона. Да? Вроде все нормально. Что это за радикал? Да, этот радикал для того, чтобы я жару добавил для того, чтобы помощнее втащило в КП опиоидность. Вот этот радикал он очень сильно затащит в КП опиоидность. Вот это вот будет КП опиат. Вот. Почему он будет КП опиат? Потому что этот КП опиат, он будет вот таким вот по по всем признакам соответствовать КП опиоидной структуре. Почему? Потому что здесь у нас ароматики нет? Нет. У ментола нет ароматики. Но вот этот гидроксил, он сложно, так сказать, запрятанный вот сюда вот и вот сюда вот. То есть он, грубо говоря, пространственно несколько затрудненный. И такая структура без ароматики, она воспринимается в основном как КП опиатом. При этом она является и глутаматом. Смотри. Глутаматом в некотором смысле. По природе КП опиат, но и по природе также и глутамат. То есть он будет работать как по глутаминовой системе, по глутаматной. Вот. Он будет также работать и по КП опиатной. и вот этой структуры почти что глутаматной. Достаточно для того, чтобы он на одном рецепторе работал и как глутамат, и как КП опиат. Но в данном случае он будет работать, возможно, двуяко. Потому что на КП опиоидные рецепторы он должен приходить как антагонист, а на глутаматные как агонист. Прикол. Хотя это, грубо говоря, рецепторы из одной группы глутаматных рецепторов. Но если мы сделаем еще фишку какую-то. Вот такую вот фишку. Сейчас я покажу какую фишку. А, давайте, да, другую фишку. Вот такую фишку. Да, вот такую, например. Твою мать, ну тут не сильно получается. Ладно, сейчас мы сделаем по третьему, чтобы там было попроще. Тут же еще просто нарисовать это все надо, это все надо подумать о чем это идут. Все время на что-то лукаюсь. так. Ладно. Ну вот так это будет у нас вот. Не опыт никакой, а. Ну так не будет у нас, у нас будет вот так. Ну вот так. У нас появилась еще одна группа, кетотипа группа. Это лактонная группа такая вот. То есть это распрягается получается кислота, запрягается лактон. Вот. И у нас уже три. Раз, два, три. Три таких кислородика. А здесь два. Что тогда получается? Тогда получается, что поскольку у нас два и больше чем два быть не должно, то когда у нас садится структура с тремя, она получается, что она должна блокироваться. Вот. Блокироваться. Она должна блокировать этот НДМА рецептор. А если вы еще не запутались, то каппа опиата это блокаторы НДМА рецепторов. Вот. Интересно, интересно. То есть они по НДМА работают, по глутаматным работают, но блокируют. Почему блокируют? Ну, смотрите. Потому что если здесь одна кетогруппа, вторая кетогруппа и еще и третья, то это сигнал о том, что перебор и это другая структура и такую структуру мы не воспринимаем. То есть она пересела. Почему это пересела? Потому что там большое ложе. Сейчас я объясню, почему она переседает и почему она работает, но почему блокада идет. Потому что на самом деле рецептор вот такой вот. Он аж вот такой вот. Сюда еще можно подцепить и подцепить много чего и оно прилетит. И рецептор вот такой. То есть два рецептора есть. Один поменьше. Грубо говоря, это две зоны в рецепторе. А одна маленькая зона чисто на глутамат. И дальше он расширяется и вот большая зона в рецепторе. Так вот, в чем фишка? В том, что когда глутамат на эту глутаминовую систему садится на рецептор НДМА, он работает нормально и он открывает кольцевые сигналы, кольцевые каналы и потом идет сигнал электрический. А когда садится что-то с большим количеством, потому что здесь вот большой рецептор еще есть. То есть зона рецептора, она расширена. То есть тут нету дальше вот так вот обычного рецептора в как. Все поджато, все поджато, садится только здесь вот это вещество и все. Все остальное, если садится сюда, оно сюда сесть не может, потому что тут все загажено всякими там радикалами торчащими, как копья и все остальное. И сюда уже не подлезешь. А если что-то и сядет там как-то наперекосяк, то оно вот сюда уже не влезет, потому что это в ложбинке, а тут дальше идут выпуклости такие и все такое прочее из радикалов. Тут такого нету, тут такое ложе, большое ложе, и оно распределено на две части. Одна маленькая сугубо для этой аминокислоты, а второе большое. И вот когда сюда садится что-то, что имеет больше карбоксилов, например, или амидных групп и карбоксильных каких-то групп, ну в общем, какие-то типа группочек, которые символизируют вот это, вот это, то оно садится вот еще и вот на вот эти вот разные вещи, и вот сюда вот на вот эти вот разные вещи, благодаря этому пища прилипает, потому что они адгизируются вот еще и сюда. Оно мощно сюда садится, прилипает. Оно, например, энкефалин, потому что в энкефалине, я вам опять же открою маленькую тайну, там же много таких кетогрупп, много, около 7 штук, потому что там обидные кольца, то есть кольца на амидных водородных связях построены, и там вот такие кетогруппы торчат, амидные. Так вот, когда энкефалин садится, в котором еще больше таких кетогрупп, он занимает какое-то место, вот такое вот место, заслоняя это все своими кетогруппами, прилипая сюда и блокируя ход ионов. Что это за хрень? Это хрень такая, которая, возможно, эволюционно была выработана, потому что вот эта вот молекула, она является очень-очень приближенной к опиоидным структурам, вот таким вот, но как бы ее квазичастичкой. Поэтому, возможно, что глутамат начал играть дублирующую роль в эндорфиновой системе, то есть он дублирует, но как бы обратным макаром. Дублирует на не прохождение сигнала, а на блокирование прохождения сигнала, потому что вот эти вот все вещи с большим количеством кетогрупп, они работают как антагонисты, они блокируют. И когда вот эти вот кальциевые сигналы, они заблокировались, когда кальция нехватка, и сигнал не идет, грубо говоря, вот от этого вот целого каскада сигнал не идет. Это говорит типа о том, что очень дофига, грубо говоря, каких-то эндогенных, таких вот веществ, эндогенных капоопиоидных веществ, грубо говоря, возможно, эндогенных эндорфинов, именно эндорфинов, но просто эти эндорфины прилипают другой стороной. Тут не обязательно, чтобы вот эта вся матрица была точь-в-точь, как на рецепторе, выстроена на рецепторе энкефалинов. Нет, она может быть чуть-чуть по-другому, и сюда энкефалин прилипает немного в другом, ракурсе, но это не имеет никакого значения. Ну, то есть для адреналина же тоже есть разные альфа, бета, бе-2 и так далее, подобные рецепторы, на которые он садится, его производные могут садиться, а на другие могут не садиться, потому что эти рецепторы имеют другую топологию, другую форму, и там есть где-то пространство, куда им можно еще что-то влепить, и он все равно сядет, а в других рецепторах этого пространства нет, то есть ты, если в адреналин влепишь какой-то заместитель, то он туда не сядет. Поэтому, грубо говоря, можно делать производные адреналина разные, и некоторые из них будут садиться только на один рецептор, а другие на другой рецептор. Это чисто физические свойства такие, чисто вот кинетика тонких связей вандервальцевских, которые позволяют ему присесть на рецептор или не позволяют из-за чисто-чисто вот механических перепон, преград, которые существуют в рецепторе. Вот они могут очень плотно обжимать вещество, а могут еще тут давать зону для того, чтобы можно было бы что-то с радикалом, чтобы сюда с радикалом залетало, потому что они все просто разные, вот и все, рецепторы. Вот, адреналина, где-то там в сердце они немножко такие, а где-то там в мозгу они немножко другие, где-то там какой-то селезенки они немножко третьи. Вот, из-за этой разницы там где-то в щелочке такие тут образуются брежи. И эти брежи используют для того, чтобы вот тут какой-то радикал можно было втулить, вот, и чтобы он тут нормально садился, а в другом рецепторе ненормально, не садился. Вот, соответственно, чтобы это все работало по одному типу рецепторов. И вот тут та же самая такая схема подобная, то есть рецептор немного другой, но он совершенно по-другому отрабатывает. Причем он отрабатывает в тени, в теневом варианте, то есть тогда, когда он блокирует сигнал наоборот, потому что энкефалины, они сигнал не блокируют энкефалины, они сигнал как раз усиливают эндорфиновый. Вот, а тут он как раз блокируется, вот глутаматный. И эта блокада, это является теневой такой фазой активности энкефалинов через глутамат. Что касательно гамкергических рецепторов, та же шляпа. Та же шляпа, возможно, та же шляпа, когда вы вот закидываете какой-нибудь, ну почти, какой-нибудь ксанокс бензодиазепиновый. Он отыгрывает вот тут вот загамк, немножечко загамк. У него структура вот такая вот большая, и у него есть еще несколько радикалов, таких интересных, интересных таких радикалов, которые очень замечательным макаром, очень замечательным макаром светятся за опиоидную тему. Ну вот как-то так, как-то так, ребята, я даже не знаю, как вам это объяснить. И у вас получается ксанокс, грубо говоря, ксанокс, у вас выходит ксанокс. Сейчас он у вас выйдет откуда-то, откуда-то он выйдет, короче. Вот ксанокс такой получается, ну грубо говоря, у вас получается ксанокс, да. Вот, ну тут я нарисовал такой ксанокс, что если ты его закинешь, то ты ахнешь. Вот, и он не сильно будет возможен бензодиазепиновым. Ну что там у нас, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три-четыре-пять, твою мать. Такой ксанокс, от него можно будет обосраться только от одного вида нафиг. Вот, и смотрите, такой у нас, грубо говоря, ксанокс. Вот, ты хочешь успокоиться, перепил еще бухлишко. Ты его закидываешь, ну кто-то, Паша техники его закидывает и говорит, это новая тема, ёл. Вот, закидывает сюда, он попадает вот сюда. То есть, какой-то частью, вот минимальной, он попадает вот сюда, все остальное попадает вот сюда. И это вот все остальное, оно создано для того, чтобы воспринимать те же самые, грубо говоря, вероятно, опиаты. Потому что все бензодиазепины и все остальное, оно построено на вот таких вот, видите, тут лирика. Вот, 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 на лирике, на бензодиазепинах, вот они, вот они, вот они. А это же все метадон, прометадон. А есть еще вытянутые, которые а-ля чайна вайт, а-ля чайна вайт, а-ля фентанил, грубо говоря. Вот, вытянутые есть вот такие вот, вытянутые, длинные. Не вот такие вот, а вот эта хрень вот сюда пошла. Вот так вот она, раз, легла, вот, и так вот, раз, и все. Но, такие они не блокируют гамко-рецепторы. Нет, тут как раз идет по светлому, типа, не теневой вариант. Эпсилон опиат, я это назвал только что. Эпсилон опиат, это тот опиат, который, ну, по аналогии с каппо-опиатами. Ну, почему каппа красиво, а эпсилон вообще охренеть, да? Пишите свои варианты, ребята. А какие там вы буквочки любите? Гамма, эпсилон, давайте уже эпсилон, так эпсилон. Я в этом, в своем священном, священном комментарии, я аж обычно кучу священных комментариев оставляю под видео, потому что это же все священная тема, это же все святые тексты, писания, это же писание, вот. У меня ж тут все очень свято, ребята, потому что это все реально, это все как бы не шутки, вот, и не бред. Смотрите, так что вот эта вот шнягенция, она ложится сюда, и она дает сигнал. И она дает двойной сигнал, потому что вот тут вот вся остальная матрица, я это называю пафосно, матрица. Ну, вот так матрица, потому что здесь очень-очень много радикалов, они выстроены, ну, прям как так, ну, прям как матрица. Ну, вот она на эту матрицу ложится, и дает уже сигнал о том, что это вот, это вот эпсилон опиат. Почему? Потому что вот эта вот маленькая частичка похожа на фрагмент амина, то есть на фрагмент пептида. Ну, конкретно если этот фрагмент, то это ганг, а если это фрагмент чуть побольше, то это, соответственно, уже вероятнее всего, что это энкефалин. И, соответственно, природа так сделала, что она сузила энкефалин, до... были, например, энкефалин и энкефалин, а потом она так раз-сузила, раз-сузила. Вот это у нас будет теперь ганг, или там, это будет у нас глутамат. А все остальное что? А все остальное у нас, типа, теневое государство. И что мы теперь будем делать? Ну, что мы будем делать? А то растим хвост, потом мы его сбросим, потом мы сделаем какие-нибудь там мощные-мощные препараты и будем со своего теневого государства макакам отправлять это все в башку за большие деньги. Хопа! Вот так вот природа решила. И так она и сделала. Прикинь, еще миллиарды, миллионы лет назад она так решила. Около полумиллиардов лет она так решила сделать. Она сузила эту зону активности, возможно, энкефалинов. А остальное не полностью редуцировалось, а осталось в теневых таких вторичных дублирующих энкефалин развязках, этих нейроразвязочках таких. Вот. Поэтому есть энкефалиновая система, есть... Это самое, что не есть, четкое, где вот нет вот этой вот суженности, а есть только вот эта вот штукенция, полностью все срабатывает тут энкефалин и дает чистый, правильный сигнал о том, что это энкефалин. Это мю-опиоидная система. Это героин, это всевозможные метадоны и все остальное. Это анальгетики. Вот. Есть вот там, где, грубо говоря, возможно, со временем сузилась до каких-то других нейромедиаторов, до частей, вот, зона ответственности, все остальное осталось и начало дублировать опиоидную систему. Вот. Это... Потому что, возможно, мало ли вдруг, возможно, первые как раз нейромедиаторы, это были вот как раз... или большая-большая нагрузка нейромедиаторов, это большая роль нейромедиаторов, это были как раз пептидные. Вот. А потом эти пептидные, они вот так вот могли раз сузиться до... не знаю, или до катехоламина, или нет, но вот до фрагментов пептидов. Могли вот так вот сузиться, наоборот. Или, наоборот, типа расшириться с мелких до пептидов и остаться как-то... как-то вот так вот двулико. Ну, в общем, это дублирующая система, вот, дублирующая энкефалиновая система. Что не мешает, на мой взгляд, вот этому нашему, грубо говоря, ксаноксу, и ксаноксу в том числе, вот, работать как прямой меметик. Как прямой меметик, потому что, например, сам... сам, например, альфа-терпенеол, вот, альфа-терпенеол, он вроде бы не является по эффектам каким-то, вот, каким-то нахрен... каким-то нахрен гаммкергическим или еще что-нибудь подобное, или еще что-нибудь подобное, но он отрабатывает за легкую меметику опиоидов. Вот, точно так же, вот, точно так же, вот, действующее вещество эфирного масла, а, ну да, вот, я нарисовал эфирного масла мускатной дыни тоже, раз, два, три, четыре, пятерочка, двойная связь, это же все опиоидность, то есть это все фрагмент опиоида. Вот, он тоже, вроде бы, как не является каким-то, там, каким-то, там, известным, тем самым, антипсихотиком или еще что-то в этом плане. Нет, нет, он не антипсихотик. Возможно, что-то там есть, но у него есть все шансы действовать напрямую. И вот этого вот вещества, я вас уверяю, есть все шансы действовать напрямую, то есть скажут, что это опиат. Скажут, что это опиат, потому что я тут намудрил очень много активности. Вот этот вот хвост, вот эти вот переходы. Тут очень много зацепок для большой-большой афинности. Соответственно, если их подубрать, если прямую афинность как-то подубрать, так, чтобы, типа, ее было незаметно. Например, там, множеством аминогрупп переходящим, спрятать их в полуароматику, как это сделано с оксаноцем, то тогда оно будет по бензодиазепиновому варианту работать. Вот тут вот, типа, больше работать. А вот тут вот, типа, тоже работать. Но на чисто эндорфиновом рецепторе оно будет работать, типа, меньше. Ну, типа, меньше, потому что там аминогруппа уходит в ароматику, грубо говоря, ароматизируется. Вот. И поскольку вот эти вот рецепторы, они разные, то энкефалиновый рецептор, чистый энкефалиновый, который вот эту всю шлабуду не воспринимает, он воспринимает честные энкефалины в правильном положении, где минимально ароматизированная аминогруппа, где там ароматика там, где надо. И тогда он четко работает, дает четкий сигнал. А здесь, возможно, такие варианты. Вот. Поэтому здесь на теневых уровнях работы эндорфиновой системы, на вторых уровнях, то есть дублирующих, могут быть разные такие чудеса. Вот. Вот. Где может работать что-нибудь в каппа вот такое. Вот в такое в каппа может работать, например, там, вот такое в каппа, а такое в мю, да? Вот такое в каппа, а такое в мю. И вот хоть ты тресни, допустим, хоть ты тресни. Вот тут оно как бы вытянуто, тут оно вот как бы вытянуто наружу, тут есть двоечка-троечка от двойной связи, поэтому это работает в мю, потому что здесь вот этот гидроксил очень сильно удален от заместителя, вот этого вот главного. Вот. И он дает хороший доступ. А тут хорошего доступа нету, тут вообще даже нету ароматики. А если сделать ароматику, типа продублировать ароматику, можно сделать вот так ароматику. Ну, это будет точно каппа, потому что мы скажем, что возле ароматики он очень близок, и мы скажем, что он находится в цикле, он пространственно замещенный, ну, можно его заместить еще жестче. Например, вот так вот. А это, например, убрать. Вот. Это будет мега каппа, исключительно каппа. А это будет исключительно мю. Вот. Но эта работа будет и по меметическим прямым своим обязанностям. То есть он сядет на рецептор энкефалиновый и будет работать. Но он сядет и сюда, возможно, и будет работать на эту, на эндомиарецептор. Вот. И будет работать, и будет работать. То есть он же маленький, вот, проворный. И он и сюда сядет, и тут немножечко со стороны подтянет, и будет работать как каппа. И на мю он не сядет, на мю он не сядет, потому что вот тут вот одно отсечет мю, потому что эндорфины так не работают на рецепторе четком эндорфиновом. Двойной связи возле аминогруппы там нету. Вот. И такой сильно захламленности вот этого вот гидроксила или аминогруппы там тоже нету. То есть там аминогруппа, она очень хорошо втаскивается в нужное место. Если там сильно много пространственных помех в веществе, то оно туда не сядет. Соответственно, оно сядет только на каппа. Вот. Только на каппа. Поэтому вот это вот каппа, каппа при каппа. Вот это вот мю при мю. Вот. И можно играться на то, на какой он рецептор сядет. Все точно то же самое, что с адреномиметиками. Вот если там пьешь от давления или для давления вещества, все точно то же самое. Посмотришь по радикалам, и ты можешь это все запихнуть в один рецептор, во второй рецептор или в третий рецептор. Соответственно, это в мю опиоидный рецептор, в каппа опиоидный рецептор, вот оно. Вот. Или в бензодиазепиновый, твоя мать, вот этот вот рецептор, который гамк рецептор. И вот так вот. Куда ты хочешь, ты его туда и отправишь. Системка очень простая. Вот. Системка работает. Вот. Вот. Например, леворфанол, он леворфанол это мю опиоид. Да. А праворфанол, праворфанол уже на опиоидные рецепторы не сядет. Он будет как декстрометрофан, но гораздо мощнее праворфанол. Вот. А если взять, например, вот такой вот сделать вариант из леворфанола, сделать обрезку такую сделать. Вот так вот. Вот. Леворфаноловое ядро, да. Леворфаноловое ядро мощного опиата леворфанола. Вот мы делаем это ядро. Вот оно. Терпеновое ядро. И мы делаем терпен. Да, мы делаем терпен. Вот какой-то вот такой терпен. Сейчас я его нарисую. А, нет. Я его так. О, нарисовал. Прикол, прикол. Вот такой терпен мы делаем. Вот такой. Смотри. Он и право, и лево. И право, и лево. Один сюда идет, другой туда. Ну так, чтобы было понятно. Вот смотри. Один идет сюда, другой идет туда. Я неправильно нарисовал. Не так надо рисовать. Ну, можно и так, конечно. Вот так надо рисовать. Смотри. То есть вот этот гидрокислород идет сюда, а этот туда. На самом деле диоксоланы имеют раздражающий эффект, токсический эффект, но еще и наркотический эффект. Потому что это как эфиры. Они работают. То есть они тоже притягиваются немножко на рецепторе, и на рецепторе немножко могут отрабатывать. Вот. Так вот, смотри. Здесь с одной стороны лево, а с другой стороны право эрофанол. Это же мощная хреновина. Мощная хреновина на самом-то деле. Ее можно еще сильнее умощнить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И даже вот так вот. И с одной стороны у нас мощный идет, и с другой мощный радикал идет. Все. Симметрично нахрен. Как ты не приляжешь. Так вот. С одной стороны она будет очень мощно отрабатывать на опиоидных рецепторах. С другой стороны она может очень мощно отрабатывать, допустим, на вот этих вот гамк-рецепторах. Вот. Даже не на гамк, а на глутаматных рецепторах. На глутаматных. Вот. На глутаматных вот таких вот. Да? С изомерией своей. Соответственно, это может быть... Соответственно, это что может быть? Это может быть капо-опиоид мощнейший плюс миу-опиоид мощнейший. Да? Но нам этого мало. Нам этого мало. Почему нам этого мало? Потому что мы хотим еще что-то заколбасить, сделать здесь. Например, как сделать диазопиновую структуру сюда? Например, например, не знаю, 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 блин, даже что сказать. Хорошо, ладно, пусть будет один, да? Ну, я не знаю, не знаю, не знаю. Так, давай сюда влепим. Ну, а чем черт не шутит? Ну, так, на всякий случай мы это сделаем. Это идиотизм. Вот. Этот идиотизм. Вот так вот мы это сделаем. И я не знаю даже, что говорить. Ну, ладно. Ну, это все тупо-притупо. Ну, пускай будет как-то вот так вот, например. Нет. Как-то вот так вот, например. Вот. Немножечко за кетогруппу вот этот вот будет отрабатывать углерод, возможно. Вот за кетогруппу этот. И тут мы даже мастерили кетогруппу. Ну, может это слишком много, слишком глупо. Но, тем не менее, вот это вот все уже похоже на большой пептид пакетогруппа. И кто знает, кто знает, кто знает, в принципе, на гаммк оно не зайдет. Нет, не зайдет. Ну, конечно же, оно зайдет побольше на глутамат. Это я что-то, это самое, заснул, уснул. Вот. А как оно может на глутамат зайти? Ладно, блин. Ну, тут у нас просто не может быть кольца такого на этот самый. А если вот так, например. Ну, в общем, подгадать с кетогруппой с одной, чтобы это заходило на глутамат. Как-то на глутамат, чтобы заходило, в принципе, можно. Чтобы оно вот и сюда еще хорошо на глутамат заходило и по бензодиазепиновым заходило. Ну, хрен его знает, как это еще можно сделать. Ну, как-то тут можно это все вывести на бензодиазепиновую группировочку. Чтобы оно было и чтобы оно по всем трем шандарахало. Вот, по всем трем, чтобы устраивало по всем трем. Вот, бензодиазепиновую, вот. Вот. Мюкапа и апсилон, чтобы одновременно было. Что-то такое можно придумать. Ну, для этого надо, опять же, какой-то ролик городить. Потому что, ну, блин, я не знаю, как. Не знаю, как сейчас переплести бензодиазепиновую структуру, сыграть, чтобы она полностью выходила на какой-нибудь замечательный элеварфанул. Где надо, а где надо, чтобы она выходила в капа активность. То есть, тоже, это уже, как бы, я не знаю. То есть, там могут быть радикалы, которые совершенно друг другу противопоставляются. То есть, там или одно, или второе, или третье. Потому что, если одно, и второе, и третье, там надо будет очень сложно городить какую-то структуру, которая, возможно, меняла бы, допустим, конформации. Потому что из железобетонной структуры так, возможно, не получится, чтобы оно, не меняя конформацию, и на одном рецепторе отрабатывало, и на другом, и на третьем. То есть, там, возможно, с конформацией надо будет поиграться. То есть, возможно, даже это можно будет сделать синтетический полумаленький такой пептид, который отрабатывает это вот все на одном. Вот, одновременно по, грубо говоря, одинаково, грубо говоря, ну, типа, как энкефалин, вот, но равномерно, грубо говоря, и здесь, и там, и там. Можно и такое что-то сделать, или около пептида, или другие конформации какие-то делать. Потому что у меня тут с конформацией есть вещи, есть это вещи, но там другое направление конформации, там оно просто складывается, раскладывается, там еще некоторые есть посложнее, но как бы тут уже чуть-чуть надо поиграться. Ну, в общем, вы поняли, да, что опиоидная система, она уже содержит, возможно, три вида опиоидов. Опиоидов, точнее, это может быть один опиоид, но на трех разных рецепторах. Вот это Капа, опиоид, Мю опиоид и Эпсилон, возможно, опиоид. Вот, Эпсилон, опиоид только что был открыт, возможно, типа, открыт Эпсилон, опиоид. Для того, чтобы назвать ксанокс эпсилом опиоидом, для того, чтобы назвать лирику эпсилом опиоидом, таким мелким, въедливым, агрессивным эпсилом опиоидом, потому что этот хвост, он задает жару, задает жару. Вот этот хвост, это мега жаркая вещь, ее мало куда суют, потому что если ее сунуть в какой-нибудь морфин, то все охренеют, это слишком будет жесткая вещь, вот, на самом деле, поэтому в морфин суют только вот так, вот, ограниченный вариант, который более-менее средний, и для метионина, и для лейцина, и это уже получается атерфанол, если что, атерфин, то есть атерфин. Вот, атерфин, или 14-метоксиметапон, это очень мощный, ну, или 14-метоксиметапон, что, ну, рядышком, на самом деле, вот, это уже, ну, это уже запредельная активность, а вот так вот никто не делает, потому что это уже издевательство над большой рогатой скотиной, вот, над большой рогатой скотиной, просто уже самое, самое, что не есть предельное издевательство, которое я тут нарисовал, для того, чтобы мало не показывать в рисунке, во всяком случае, вот, ну, то есть, грубо говоря, вы все поняли, да? Все то, чем торгует фарма, заправляет, это может быть и мюопиат, и капоопиат, и эпсилонопиат, потому что тот же самый ксанокс, он может работать и по чистому энкефалину, потому что там ничего ему не мешает на чистый энкефалиновый рецептор выходить и что-то там отрабатывать тоже. Просто они этого не заметят, не увидят и так дальше и тому подобное. Вот, та же самая лирика, вот, как и вот эти вот вещи тоже могут выходить на чистый опиат и тоже работать. И по большому счету, ну, кого мы обманываем, какая разница, он выходит на чистый опиоидный рецептор, который, ну, изначально чистый, это самый правильный, самый такой основной, это мюопиоидный рецептор, или он выходит на капо или эпсилон, на опиоидный рецептор. Это все три едино, знаешь, Бог любит троицу, я вот тоже тут раз, два, три вот вам насчитал много, все знают, как я это считаю, частенько до трех считаю, частенько до пяти, до двух, тут семь, четырнадцать тоже прокатывает, это все остальное есть. Да, ну, вот, три единства тут такой, триптих получился. Ну, да, а какая разница, это дублирующая система через аминокислоту, опосредственно, частично, или это прямая система, вообще без разницы. Да, эффекты могут быть отличаться, сила эффекта может отличаться, вот, тем более, что какая разница, потому что я еще раз вам скажу, что вот это вот вещество, никто не сказал, что оно работает по бензодиазепиновому варианту, никто не сказал, это вообще не бензодиазепин, не похоже это на бензодиазепин. Может, тут что-то прослеживается такое, но это похоже на чистый агонист, просто сверхлегкий, вот, и все, меметик. Поэтому и вся остальная вот эта шляпа, которая работает по бензодиазепинам, вот, или по каппо, она частично может отрабатывать и напрямую. Ну, по каппо она напрямую не может отрабатывать, потому что, я же еще раз повторюсь, потому что там есть определенный замок, работает или лево, или право, вот, и, естественно, если изомерия не та, или если рядом ароматика, если рядом пространственное замещение, то на прямой миоопиат оно не присядет, только на каппоопиат. Вот, но, тем не менее, вот по прямой может работать миоопиоидная система с такими веществами мелкими, легкими. Значит, и с ксаноксом стопудовым может. Просто об этом никто не говорит, и об этом тоже никто не говорит, потому что об этом в прошлом ролике о беспределе фармакологии, которые не замечают опиаты, в принципе, перестают их замечать, говорит, этой роли нету, вот она не воздействует на опиаты, разве что воздействует на поощрительные, это часть поощрительной системы, только допаминтов, ты что, ну какое там, какое там, опиатов не существует. Кстати, у тебя тревожность, пойди к санокс купи, подороже там что-то найди, санокс, лирика, у тебя тревога пройдет, это просто против тревоги, ребята, это все против тревоги, смотрите, у меня тут столько таких веществ против тревоги, знаешь, вообще будешь спокойно так лежать на земле с улыбочкой, вот, зрачок у тебя будет в точку, и все охрененно, все, тревоги никакой нету, просто против тревоги. Вот, это называется, это называется просто контроль над разумом, вот, и просто прогиб общества, прогиб науки и всего остального, то есть, то есть, барыги работают очень по черным схемам относительно опиатов, то есть, грубо говоря, это военка, это Афганистан, это военный контроль над Ширевом, вот, это, опять же, наверное, и околовоенный контроль над информацией, это фармакологический контроль над информацией и фармакологические потоки наркоты, вот, и так дальше, и, соответственно, контроль науки, вот, такой же нахрапистый, как контроль военными героиновых плантаций и все остальное, то есть, это, грубо говоря, это война, это война с людьми, это война с мозгом, это война за ресурс, это война за контроль, вот, и это один из самых контролирующих веществ человеческое поведение, это опиата, один из самых контролируемых рынков, это опиата, которого как будто бы не существует, потому что он самый контролируемый, то есть, фарма сюда вкладывает до хрена, делает такие вот метадоновые вещи, и такие вот вещи, которые делают огромную зависимость, мощную зависимость, даже если торгуют слегка. И, соответственно, они контролируют и ваше поведение, и ваш кошелек, и все по максимуму, просто как акулы отгладывают от вас куски мяса. Все, и при этом очень хорошо контролируется ваша ментальная система. И вы не отдупляете, вам надо расслабиться, вам надо снять стресс, и все такое прочее. Какой же это наркотик? Вот, какой же это наркотик? Все это навсего, кругом разведка, все это навсего, плавают подводные лодки, летают вертолеты со всяким дерьмом. Какой это наркотик? Это просто воздух. Просто воздух, они просто, когда пролетают на вертолетах с мешками героина и с автоматами, они просто давят на воздух. Понимаешь, все, все, у тебя нет мозга, тебя просто берут мозг твой и изымают. Вот и все. Это называется трепанация черепа, изъятие мозга. И прочая лоботомия. Вот и все, все, что с вами делают сейчас. Тотально. И наука, и фармакология, и военка, и барегия. И повесточка, повесточка, которую все повторяют. Боты все повторяют, повторяют искусственный интеллект о том, что только допамин вроде бы в поощрительной системе. А опиаты? Какие опиаты? Мы не знаем, что такое опиаты. Подумаешь, химоза до хрена в США, героин и все остальное. Ничего страшного, это все мы прикроем. У нас будет одна аптека, у вас не будет опиатов. У вас будет нервное расстройство, которое мы будем лечить седатиками, которые у вас будут делать даунов сразу же, без какой-либо там особо тяги. Просто вы будете очень спокойными дебилами. Не какими-то там подмедленной тягой нареками, а спокойными дебилами, которые не будут понимать ничего вообще. Но являться будут теми же самыми нареками, просто в дебильной форме. И все, это тотальный контроль над мозгом. Знаешь, что я скажу? Это хуже, чем изнасилование, потому что таких людей уже с такими препаратами, они просто даже теряют сексуальность. Потому что даже если ты зоофил, то ты предпочтешь какую-нибудь симпатичную козу. Какой-нибудь нарколыги, вот такой вот, на таких вот тупорылых наркотиках. Там уже мозга нет, я же говорю, там нет мозга, понимаешь? Это то же самое, что алкашку бомжиху чпокать. Вот, вот что с вами делают, из вас делают просто чучело, живое чучело. Мешок с дерьмом, вот, который выглядит как человек. Там нет уже внутри мозга, вот, и все остальное. На заставке вы в прошлом ролике это все видели. Всего вам хорошего, ребята. Включайте свои мозги, они у вас под врубосом. Я вас поздравляю, я вас всех поздравляю. Поздравляю ученых, ученых поздравляю. Нобелевскую, лауреатную всю Шлабудень поздравляю. Вообще всю вашу траханую планетку со всей вашей наукой. Я поздравляю, конечно, всех поздравил. Всех, кого мог, конечно, в этом плане. И военных, и ученых, и всех, и народы, и все остальное. Даже домашних животных я поздравил, потому что на них стояк вообще, по сравнению с вами. Это на линолеум стояк, елки-палки. А на вас похрену, потому что у вас нет мозгов. Вы уже просто выжатая мразота какая-то. Несуществующая, потому что, ну вот, реально по типу алкашки, бомжихи. Понимаешь, вот. Ну, у кого будет стоять на таких? У нас не то, что марганализируют, а вас просто лоботомируют. Вот. Таких же убогих даже никто не чпокает. Разве какие-то тупорылые маньяки с диагнозом неполноценности умственного развития. Ну вы что, ребята? Для того, чтобы с вами вступать в сексуальный контакт, надо справку серьезную иметь. Вы что, от доктора, лечащего голову. Ну вы что, вы что, не превращайтесь в бомжиху. В безмозглую бомжиху. Не надо, ребята. Вы бросайте диазепины, если вы еще не поняли, что это эпсилон опиаты. Эпсилон опиаты. Тема нашего разбора.